Всем привет, с вами Голодный, мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Итак, сегодня у нас серия. Сет тени. Да, очень рискованный сет для данной локации. И также мне попросили поставить что-нибудь этакое, например, косу. И вот к вашим услугам коса называется Большая коса Демона Ворона. Это на самом деле коса предссылы. Принадлежала хозяйке нарисованного мира. Но так как коса у нас пока не прокачана, поставим пока меч тьмы. Дело в том, что я сейчас не могу пока сходить в Храм Огня. Я еще не нашел костра на пике, поэтому давайте найдем сначала костер. Соответственно, также я не могу потратить души. Ладно. Надеюсь, что сегодня мы добьем эту локацию. И про уши заканчивать, наверное, раз с третьими душами. Итак, это шорткат. Он пока не активен. Давайте. По одному слабо. Я маленькая беззащитная девушка. Жестоко. Блин, если я умру, я не помню даже откуда я начну. То ли сначала этой локации, то ли, наверное, сначала этой локации. Хоть здесь и нет костра, но, по-моему... Точка сохранения тут как бы есть. Так, ты последний? А, нихрена. Там еще один спрятался. Давай. Помесь жирафа с бегемотом. Точнее, со змеей. Все, кончились. Ну что ж, можно теперь немножечко и помародерствовать. Обломок титанита. Замечательно. Что, и больше ничего? Жадины. Вот и наш долгожданный костер. Уголь. Перед тем, как бежать в храм огня, немножечко тут еще побуйствуем. Хотя, давайте-ка сходим в храм огня. Итак, дорогие друзья. Мне хватило, чтобы прокачать косу только для плюс семи. Мне не хватает обломков титанита. И, к сожалению, пока я их купить не могу. Мне нужен последний пепел. Который я получу еще не скоро. Ну что ж, 160 тысяч душ. Я не знаю, куда их потратить. Ну что ж, давайте просто вкачаем силу до упора. Три уровня. И, кстати, это еще не все. У меня еще и куча душ различных, которые я тоже могу продать и что-нибудь купить. Давайте продадим пару этих душонок. И как раз еще хватит на один уровень. Все на своих местах. И, кстати, не прочитал. Главная особенность этой косы, ну это, конечно же, кровотечение. И особая атака. Эта атака нацелена в заднюю часть шеи. В случае успеха она наносит огромный урон. Ну что ж. Давайте посмотрим, насколько этот урон огромный. То есть это такой вот удар. Да, нужно очень много времени, чтобы нанести его. Ладно, давайте попробуем побегать с косой. Мы найдем здесь достаточно обломков титанита, чтобы прокачать ее перед боссом до плюс десяти. Ну, на крайняк мы найдем здесь уже пепел. Кстати, это еще один обломок, благодаря которому мы сможем покупать эти обломки. Хоть и за достаточно большую сумму. Но это лучше, чем ничего. А тут у нас ожидает... Да, притворился спящим. Да, много, много съедает выносливость каждый удар этой косы. К тому же не самый сильный удар. Попробуем подкрасться сзади к этому чудовищу. Но ему, по-моему, нельзя сделать бэкстаб. Решил спалить мне камеру. По-моему, на него успело сработать кровотечение. Большой осколок. Щит с древним драконом. Щит. Деревянный щит с изображением древнего дракона. Очень медленно восстанавливает здоровье. Рисунок выполнен в изящной, но весьма сложной технике. Древние бессмертные черты драконов еще можно обнаружить у их потомков. Людей-змей. Хотя им и не снилось былое великолепие. То есть получается, что люди-змеи не кто иные, как потомки великих драконов. Еще одно тело. Обломок. Брата. Откройте дверь. Пока сходим еще кое-куда. Привет, парень. Попробуем тебе перерезать горло. Ну не такой уж прям супер урон. Так себе, средненько. Кольцо власти над молнией. Это уже четвертое по счету кольцо. Имеет такое же описание, как и другие три. Так. И громовой самоцвет. Самоцвет из закаленного титанита. Такие самоцветы находят среди останков сраженных драконов. Используются для изготовления громового оружия. Громовое оружие наносит урон молниями. Его мощь растет с верой. Высокие стены. Красивая архитектура. Димка написал в комментариях, что опять они вставили сюда Пизанскую башню. Да, здесь есть нечто подобное Пизанской башне. Это правда. Вообще, как я уже писал и говорил, создатели Dark Souls очень много чего позаимствовали из архитектуры, которая реально существует. Вы даже в сети можете погуглить ролик места Dark Souls 3. Вернее, Dark Souls 1. Может быть, уже есть Dark Souls 3. Итак. Древняя верна. В принципе, вы можете попытаться задолбить ее в рукопашку. Но я бы вам не рекомендовал это делать. Потому что это очень долго и нудно. Есть способ более простой и эффектный. Для этого нужно пробежать практически половину локации. Конечно, их можно убивать. Но, чтобы не тратить ваше время, я постараюсь пробежать их всех. И вот это самое, наверное, сложное место. Где мне нужно не сдохнуть. В любом случае, выпим бутылку. Блин, зря я попытался выпить. Есть. Проход закрыт. Пока не убьешь эту виверну. Вау. Взлетела, сволочь. Нам нужно на этот уступ. Ничего себе упал. И наносим смертельный удар. Вот, в принципе, и вся древняя виверна. И в награду мы получаем камень драконии головы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Мы Bradley van University. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Итак, по зову колокола нас куда-то перемещает Давайте почитаем камень драконья головы У нас уже есть камень драконьего туловища Камень, пропитанный мощью пресносущих драконов Используется в тайном ритуале пути дракона Позволяет получить голову дракона и драконья дыхания Это изменение необратимо до самой смерти Выбравшие путь дракона стремятся к совершенной имитации И ритуал головы первый этап грандиозного превращения Если хотите, могу вам позже показать, как это выглядит Превращение в дракона Так, костер Можно сходить попробовать погреть мою косу Сейчас посмотрю, сколько у меня обломков Нет, три штуки слишком мало И здесь у нас интересное место Храм И нужно первым делом выкосить одного засранца Который призывает сюда Рыцарей крови драконов Прикольно у тебя юбка Как ходунки у младенца Нас ожидают рыцарь крови драконов где-то внизу А нет, вот он Хм, странно у нас не видит Эй, парень, я здесь блин не вышел бак стоп попробуем нанести ему смертельный удар ну и что это такое я же должен был попасть у него прикольный сет который мы скоро получим также у нее неплохой меч меч крови дракона пока только меч сет немножко позже душа удрученную рыцаря и так что мы имеем меч крови дракона двуручный меч рыцаря из ордена почитающего драконью кровь клинок покрыт гравировкой символизирующий драконью кровь он наносит урон магией и молниями туда мы пока попасть не можем но можем забрать предмет копье драконоборца копье орнштейна копье с перекладиной принадлежавшие драконоборцу орнштейна оружие богов наполненная силой молний двуручный колющий удар задействующий перекладину требует недюжинной мощи зато позволяет вонзить оружие глубоко вплоть дракона а человека пробить насквозь что здесь делает копье драконоборца и так по идее нам сюда но мы еще много чего не обследовали так как бежали очень быстро кругом полулюди полудраконы которые молятся в пользе путь дракона свечи знаете что то есть и не один давай выходи по одному и кто за дверью да ты что такой читер то но у меня выманивать ко второму но это не честно они меня там утолкают просто не еще такое оружие что она как бы не особо благоволит ближним бою блин у меня еще щит не стоял пока я замахнусь тут нет 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 ни хрена себе бежим бежим родная моя кто говорил что будет легко в одних подштанниках и с косой воевать ох ни хрена себе странно что у меня еще не это не зарепостил и покатилась тело со ступенек пресносущий дракон давайте помолимся кольцо бедствий кто помнит это кольцо каламита из первого dark souls кольцо сделано из оранжевого глаза несущего бедствия дракона владелец получает удвоенный урон у этого кольца нет каких-либо полезных свойств это лишь символ поклонения дракону которые передавали друг другу самые ярые последователи культа уверенные что хранить кольцо это их священная миссия это кольцо приносит только вред если вы хотите дополнительный хардкор в dark souls то пожалуйста одевайте его и будете получать дополнительный урон если вам мало хардкора в этой игре так ладно костер нам пока не нужен ну надо же обследовать этот балкон то уже наконец там больше никого не осталось так а здесь у нас титанитовая чешуя окей это у нас активирует шорткат который мы уже видели туда мы сейчас еще сходим с обойдем все вокруг чтоб ничего не пропустить здесь у нас здесь мы бегали так ну давайте сначала здесь все берем еще одна титанитовая чешуя а кстати да 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 ящерки каменные ящерки охрененно огромно большие ящерки боюсь что моя коса особо урона им не нанесет и толку от их убийства не сильно много что самое интересное да точнее даже не то что немного ничего еще одна титанитовая чешуя там внизу мы были кстати там я похоже пропустил тело окей мы туда сейчас еще спустимся и мы попытаем опять сюда и это то самое место где мы залезли наверх и долбили дракона то есть получается здесь можно пройти было выпрыгнуть из окна сюда же вниз ну ну давайте здесь соберем то что я не собрал когда убивал дракона мерцающий титанит заснабжали меня титанитом интересно если я отсюда упаду с кольцом кошки я разобьюсь или нет ладно не будем проверять спустимся более цивилизованным способом дракона теперь нет смягчить свое падение нечем поэтому будем спускаться вот так вот вау как мешок с говном так ну что ж мы как раз прибыли сюда откуда и начинали здесь прилетел дракон и кажется я сверху что то видел что здесь что то есть я возможно я ошибаюсь ну давайте я на всякий случай проверю не показалось да нет мне не показалось действительно я пропустил тело с несчастной маленькой душонкой ну что ж давайте более теперь детально осмотримся здесь мы можем наблюдать статую да это статуя принадлежит да все уже знают наверняка кому она принадлежит боссу этой локации безымянному королю и все наверняка уже знают кто такой безымянный король возможно единицы не знает поэтому ладно я не буду пока спойлерить нельзя позвонить в него к сожалению в этот колокол но можно здесь немножечко обобрать три трупа уголь уголь и навозный пирог на веревке но это не самое главное что здесь есть самое главное это кольцо которое здесь спрятано кольцо стальной защиты я когда первый раз проходил dark souls 3 я все думал когда же дадут это кольцо а его нехорошие разработчики поставили в самом конце игры кольцо то на самом деле полезное кольцо короля рыцаря о котором говорили в древних легендах усиливает поглощение физического урона говорят король рыцарь был стальным внутри и даже драконь и когти не могли его покалечить копье огромное копье которое принесло наверное немало мучений игрокам которые намучились с этим боссом так мне интересно вот эта коса она по идее должна обходить щит охрену узнает обходит она или нет ну вроде как обходит так так там по моему их даже целых два да на два это уже тревога слабовато моя коса сам самое интересное что у нее сильная атака тоже очень медленная как и спецатака слишком долго она и замахивается разрушенный зал там наверху на мосту тоже можно увидеть несколько ящериц самое опасное это ящерицы переростки хотя и мелкие тоже очень вредные урна молний нравится мне эта локация здесь ничего уже не помню где лежат различные маленькие мелкие хохоряки поэтому боюсь что-нибудь пропустить и приходится заглядывать в каждый угол что-то гельчитай что с твоим личиком случилось почернело так я слышал так ты один ты точно один попробуем тебя зарубить мощной атакой мощная атака всего лишь на 200 обломок титанита но ничего скоро мы подкачаем свою косу когда она уже будет нафиг не нужна так здесь еще есть у нас спуск не обязательно было спускаться можно было просто свалиться так мерцающий титанит один мерцающий титанит и драконья чешуя так опять бутылок ну я думаю мне хватит для того чтобы добраться до костра есть титанит 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 вот вот не очень люблю так что за хрень ах вы засранцы нет меня так просто не возьмешь у меня осталось маленьком или пусть только жизни блин он-то с ножом ох ты ни хрена себе ван дам блин а как тебе такую что ты хотел сделать родной удивить меня своей гибкостью не получилось до сказала я что мне хватит 5 бутылок и тут же их себе просрал поставим хочет что ли зачем еще параллельно с тобой таскаю изысканный меч чтобы на всякий случай его поставить возможно и настал тот самый случай где здоровый дядя он наверху также здоровый дядя есть охренеть сколько у вас здесь вам не кажется ой что вас слишком много для меня одно вот изысканный меч понимаю раз два три и до свидос со скоростью света с огромным дамагом на косе еще до этого далеко ну надо отдать должное коса все таки седьмого уровня не прокачано а меч 10 так ты здесь один такой большой можно по идее у тебя украсть эту вещь и даже не убивать тебя интересно на тягу действует гармония по моему насколько я помню нет навыкам черт он у меня увидел нет он не один это сволочь тут не одна это все немножко усложняет блин коротковат мечишка всем хорош но кратковат хренателе ну давай добивай это было близко и всего лишь большой осколок но зато бутылку подарил два обломка принципе за этим сюда стоило сходить и один глухой неудачник так тут еще вот эти ребята отсюда вот как раз спрыгивали с шателлами когда устраивали мне засаду если он еще один тут наблюдающий не спать в дозоре в принципе я поднялся след с правой стороны можно было подняться с этой стороны снизу ходит еще один черт здоровый дем кстати а вон он можно как раз отсюда его расстрелять попробовать ой мать твою эй кратос черт его и убрал свой меч не хочу я при помощи этой косы с тобой биться как ты меня увидел ладно я иду к тебе каков но опять нам кто-то помешал ну что же это за люди такие да 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 есть твой вездесущий топор мне знаком я знаю бум упс вот вечно останется у тебя там миллиметр с кепкой обломок и мои бутылки подошли к концу но это не страшно так как мы добрались до нужного нам места ничего интересного мы не по сути дела не подобрали кроме обломков титанита которые в принципе нам скоро станут и не нужны можно будет их купить свободная продажа можно бежать дальше 153 тысяч душ но и давайте я быстренько сбегаю в храм и прокачаю косу и так я сбегал фрам огня к сожалению мне хватило прокачать косу только до плюс 8 и также я поднял силу на единичку и взял немножечко физической мощи чтобы потом одеть какой-нибудь более интересный доспех не знаю зачем я убиваю понятно ну ладно давайте уже прикончим нашего рыцаря тогда уж заодно димой смертоносный удар косой который нихера не попадает я не знаю по какому принципу он попадает хренеть то есть мне что еще дистанцию нужно подбирать ну спасибо такой удар косой нам не нужен все-таки насколько много бесполезного оружия в даркс очередное подтверждение да сам самый лучший удар у косы просто обычный удар самый просто обычный удар он и достает хорошо и избивает хорошо сильный удар он очень короткий и я не знаю для каких целей он нужен но он очень короткий ладно выдвигаемся как говорится лифт лифт уехал ну вот не успели начать как уже осталось один из бутылок нам еще предстоит преодолеть нелегкий путь хотя можно и вообще просто пробежать и особо не заморачиваться блин даже знаю что ты там и все равно все равно умудрился меня укусить большой ну давай да похоже самый хороший плюс у косы это то что она достает козлов защитами да причем хорошо достает да ребят защитами вам от меня не стрельца достану вас из-под земли здесь вроде ничего там я ничего не пропустил никакого тут тела раком висящего не было так ребят у меня только что произошел конфуз зависла опять запись к сожалению я тут прошел достаточно большой кусок который не попал запись но давайте я пробегу это место еще разок дело в том что единственное что я не смогу показать предметы которые я собирал но я скажу основные предметы которые я поднял и как их получить ну по крайней мере для тех кто не знает хотя бы а сейчас я убью этих чертовых змей это все чертов ОБС он у меня стал работать очень нестабильно поэтому я сейчас включил бандикам по крайней мере с бандикамом у меня проблем никогда не наблюдалось что подвисала запись итак да очень жаль конечно ладно я пробегу это место здесь очень много змей и в том числе больших змей я их всех убивал здесь такой вот ненадежный мост я надеюсь они за мной не привяжутся здесь был сундук и в нем была по моему чешуя здесь у нас каменная ящерица и и нужно быть осторожным чтобы они не скинули самое главное а также здесь еще прилетает виверна я ее не стал убивать если вы хотите вы можете ее убивать но это слишком долго и муторно и приз не такой уж и большой а сколько то там душ и обломки титанита если у вас есть желание и время то можете ее подолбить здесь кстати есть вот такая тропа которой я рекомендую воспользоваться чтобы не бежать по лестницам потому что здесь ящерицы и их тут очень много и кстати виверна может вам помочь их задолбить если будет поливать туда огнем ну черт с этой виверной поставим нашу косу и здесь еще один призыватель которого нужно убить в первую очередь здесь никто иной как старый добрый принц рикард какого хрена он тут голый в первую часть это дарк соусом он был вполне одетый возможно он потерял свою одежду в крепости сина и и после его смерти он дает рапиру богато украшенная рапира принца нежитей из древних легенд многие байки о принце звучат неправдоподобно но судя по этой рапире в историях о его выдающемся мастерстве есть доля истины и и так можно упасть сюда но нам нужно сначала сюда по идее можем уже идти к боссу этой локации если потянем этот ручак начнется буря и мы сможем попасть к боссу но перед этим стоит активировать этот костер и сходить еще в одно место здесь был знак призыва Хокуда и мы тут на пару с ним очень круто бились к сожалению это не попало в запись я очень расстроен по этому поводу ну ладно давайте я схожу сначала сюда сюда я еще не ходил но здесь в принципе делать нечего потому что здесь врата еще закрыты единственное что здесь лежит уголь не люблю когда я запись зависает минут двадцать просто записи полетела к чертям к сожалению я что-то в последнее время очень редко гляжу на то идет запись или нет уже привык что она очень редко зависает но вот в последнее время что-то УБС чудит мне посоветовали перейти с обычного УБС на УБС студию но болячки остались все те же самые то есть УБС студия также зависает причем непонятно с чем это связано может не зависать часами а может зависать каждые пять минут возможно идет какое-то переполнение или что-то в этом роде и здесь как раз вот вместе с Хокуудом если пробиться через все вот эти баррикады баррикады змей не достану я еще приходит второй с Хокуудом тут конечно было повеселее он их тут раскидывал прикольно подкидывал их тут жонглировал можно сказать этими змеями одному тут конечно уже не так весело и напряжно будет их всех убивать потому что их здесь дохрена она поставим меч с ним будет немножко попроще кассу еще пока так и не загрейдил косах ой блин откуда набежали уже все окружили окей меч мы что-то совсем не расклеился ладно сейчас я соберусь потому что когда уже проходишь одно и то же уже даже комментировать не хочется запись получится и так очень длинная а тут еще и такие приколы к тому же это еще и очень напряженный сложный момент на котором я сдох конечно можно было что-нибудь взять покидаться в них повыманивать здоровяк просто разрушитель да получай дай хоть обломок хотя че толку мне от этих обломков я уже взял нужный мне пепел который который даст мне обломки в продаже бум-бум когда такой звук это значит я наношу ему дополнительный дамаг то есть как бы противник в стане получается ну обломок отлично и и после того как все здесь умирают фантом хокуда приходит сюда и садится в позу путь дракона соответственно мы делаем то же самое и получаем то что не удалось получить хокуду мерцающий камень драконьего туловища камень пропитанной силой пресносущих драконов который был поднесен гигантскому дракону, источает слабый свет. Позволяет получить тело дракона и драконий рык, приняв обличие архидракона. Это изменение необратимо до самой смерти. Для полной имитации, однако, необходима также голова дракона. Голову мы пока еще не достали. Хм, какие у нее классные штаны. У кого-то я такие штаны уже видел. И здесь вот как раз, где эта рящерка, я рядом, валяется пепел. Очень важный пепел. Так, нельзя стоять напротив нее. Сейчас я его покажу. Пепел преследователя драконов. Пепел павшего рыцаря, избравшего путь древних драконов. Служанка при храме сделает из него что-то отражающее суть покойного. Чем бы он ни был, наверняка он придаст силу даже самому упорному воину. Итак, теперь у нас есть нужный нам пепел, и мы можем сходить в храм огня и прокачать любое оружие до плюс десяти. Но давайте перед этим посетим еще одно место. И повстречаем еще одного старого знакомого. Но перед этим распотрошим несколько каменных тушек. И сюда. Мерцающий титанит. Виверна все еще жива. И здесь у нас... Кто бы это мог быть? Хавл, дружище, что ты здесь делаешь? Черт. Бэкстеп не вышел. Можно попробовать его запарировать. Ни хрена не получилось. И опять не получилось. Но я не оставляю надежды. Есть. Двести девяносто. Какой же все-таки слабый у меня репест. Хавл разошелся. Дружище. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Включает свой режим брони. Превратился в каменную глыбу. Теперь его сбить вообще невозможно. Ему баланс. Охренеть. Давай. Ладно, будем с тобой действовать более осторожно. Упс. Ну. Даже пнуть его получилось. Зуб дракона, большой щит Хавла. Что здесь делает Хавл, когда мы его убили в первой части? Большой вопрос. Возможно, подразумевается, что мы как бы не убивали его в первом части. И Хавл остался там жив. И... И прожил черт знает сколько времени. И... Можно сказать, что превратился практически в камень. И здесь кусок титанита. Зуб дракона. Оружие, созданное из зуба пресносущего дракона. Никогда не ломается. Эта дубина и огромный похожий на валун щит. Наследство самого Хавла скалы. Оружие наделяет владельца устойчивостью к магии и огню. Большой щит Хавла. Умопомрачительно твердый и тяжелый большой щит. Высеченный прямо из каменного валуна. Этот щит вместе со знаменитым зубом дракона принадлежал легендарному Хавлу Скале. Щит полон особой силы, напоминающей о самом Хавле. Хавл рядом с убитой Верной. Возможно, это он ее убил. Но если посмотреть сюда, здесь мы можем найти еще одну вещь. Немножко отбил я ножки, потому что не взял кольцо кошки. Здесь у нас очередная ящерица, которая никак не хочет умирать. В этот раз даже как-то хорошо вышла. Титанитовая чешуя и... Большой магический барьер. Чудо, которое тоже относится к Хавлу. Большой магический барьер. История, отсылающая к изначальному магическому барьеру. Значительно усиливает поглощение магического урона прочным защитным покровом. По слухам, имеет отношение к Хавлу Скале, главному врагу Ногова Сита. Хавл известен тем, что презирал магию и никогда не переставал искать защиты от нее. Да, Хавл ненавидел Сита. И, похоже, за это и поплатился. Как мы знаем, по первой части Хавл был заперт в башне своим близким другом. Скорее всего, его запер сам Гвин. Кстати, я где-то потерял свои души. А, точно, меня же убили здесь в самом начале. Окей, ладно. Но перед тем, как идти к боссу, давайте сбегаем в храм. Меч-трава Хоквуда. Ладно, с Хоквудом мы разберемся немного позже. Давайте прочитаем его траву. Окровавленный лист меч-травы, принадлежавший Хоквуду, дезертируй из легиона нежити. По традиции, легион нежити посылает самые веские послания с листом меч-травы. Приходи в мавзолей Фарана. Только одному суждено ступить на тропу древних драконов. Да, Хоквуду не удалось получить мерцающий тетанит драконьего туловища. И теперь он хочет забрать у нас в честном бою. Кстати, я забыл передачу бабуля Пепел Орбака. Да, эти товары мне придутся наверняка по вкусу. Теперь у него стали продаваться обломки тетанита. Правда, по такой не очень приятной цене, как 13 тысяч. Но ничего, нам нужен всего лишь один пока что. И души нам все равно девать некуда. Так, крепим нашу косу, как я и обещал. Попытаюсь убить босса изысканной косой демона-ворона, но так как этот босс вообще считается самым сложным в Dark Souls 3, многие считают его сложным. Да, он непростой, но как мне показалось, чемпион Гундир для меня был сложнее. Итак, но перед тем, как идти к боссу, я совсем забыл про одно кольцо, которое я упустил. и это кольцо находится здесь. Так, нет, не здесь, немножко дальше. Давайте я попытаюсь пробежать это место как можно быстрее. я упустил здесь одну лестницу. Так, не трогать. Тихо, 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 тихо! Чуть булки мне не разрубил. Пополам. По-моему, они не умеют лазить по лестницам, да. Да, именно здесь лежит кольцо с громовым камнем. Не имеет никакого лора, кольцо просто, которое защищает от молний. Итак, ну что ж, давайте все-таки немножечко подготовимся. Я не знаю, конечно, это будет самоубийство бежать туда с эти тени, да еще и с косой. Но я попробую, ребят. Я попробую, если что, сильно, сильно не пинайте. Субтитры создавал DimaTorzok и наступила буря. Как не символично, мы позвонили в колокол. Опять колокол. Все части Dark Souls так или иначе связаны как-то с колоколами. Даже во второй части мы тоже звонили в колокол. Ну что ж, с богом. Я еще, кстати, догадываюсь, почему этот босс для некоторых является самым сложным, потому что сюда, по-моему, нельзя призвать ни одного NPC в помощь. То есть, соответственно, если вы играете в оффлайне, то никакой поддержки у вас не будет. Повелитель Шторма на Виверне. Первым делом нужно вырубить его Виверну. Виверну вырубить несложно. Вау! Главное еще дождаться, когда Виверна начнет... Это, кстати, самый, наверное, смертоносный ее удар. Когда она взлетает ввысь. Означает, что... Ох ты, е-мое! Я только что увидел внутренний мир Виверны. Главное дождаться, когда Виверна начнет пускать огонь. Но мне сегодня не везет, и... Мне вообще что-то сегодня не везет. Мне с записью не с Виверной. Попал. Мимо. Давай, пускай огонь. Только... В сторону. Вот, да. Это самое... Главное... Ахиллесово пита до этого босса. Немножко не хватило добить. К сожалению... Блин, нихрена не вижу. По-моему, все. Немножко не везет... Ну что ж, первенец Гвина, давай, безымянный король, стертый из аналов история за свою глупость. Наверное, вы уже догадались, какую глупость он совершил. Раз-два-раз, раз-два-раз. Вау. Буря. Потихоньку. Главное, не переусердствовать. Блин, я тебя не вижу. Где ты? Давай. О, урана. Пьем. Да. В такой схватке, блин, в такой схватке вообще тяжело что-то комментировать. Оу. Два удара, это было лишнее. Куда? Здесь. Не достал. Черт, вот. Медленная коса. Блин, третий удар, точно. Да, блин, один раз. Нет. Второй раз уже не проходит. Не с этим оружием. А, зачем я блок-то ставил? Пойдем. Ты куда опять второй раз? Блин, е-мое, три раза подряд. Нарываясь на одни и те же грабли, блин. Так, пошла вторая фаза. Блин, а у меня жизни... Бутылок-то нихрена и нет. Какое ты здоровый, а. Ну все, это конец. Я уже просто пошел ва-банк. Да, конечно, с косой. С косой тут, мягко говоря, не очень. Ну и я сам, конечно, надопускал миллион ошибок, которых он не прощает. Ну что ж, ладно. Попробовали. Не получилось. А теперь, как должно было быть на самом деле. Итак, ставим сет Падшего Рыцаря. Кольца на силу, на ловкость. Кольцо с громовым камнем. Ну и зеленоцвет. В принципе, этого должно хватить. И меч тьмы. Ну что ж, давай посмотрим теперь, кто здесь главный. Хо-хо. Похоже, что не я. Окей, ладно. Я пошутил. Не горячись ты так. Хо-хо-хо. Отличное начало дня. Хоть это я не поймал. Да, пора, Сережа, спать, похоже. Называется. Записываю в 2 часа ночи. Ну вот он наш долгожданный огонек. Несла. Да, полетел. Ну ты совсем обнаглел. Зачистил. И заключительный удар. Да, у меня прям четко. 10 бутылок опять осталось. Прыжок. Прыжок. Мимо. Да, тот же самый демеш, что и косой. Только... Блин. Только косая, наверное, раза в полтора, а то и два медленнее. Блин, третий удар точно. Да, е-мое. Подбираю не самые лучшие моменты для атаки. Где там уже твоя вторая фаза? Давай. Зажигайся. А вот она. В чем фишка? Отмечать мы, что... Просто вбивает его в стан. Беспаливо. Топнул. Зевс. Громовержность. Кажется, я не успею. Блин. Шашлык-машлык. Че, все. Второй раз не будешь прыгать? Ну ладно, ты пока там заряжайся. Можно... Эту молнию спокойно блокировать. Даже не уворачиваться. Ну все, достал ты меня. Да, даже при такой хреновой игре он сложился у меня достаточно быстро. Продолжение следует... Душа безымянного короля Вот в принципе и весь безымянный король Достаточно подобрать нужный сет Нужное оружие И в принципе и получилось То есть можно сказать, что с первого раза Если не считать, то выпендрешь С эти тени и с косой Также очень хороший щит Рыцаря Лотрика, так как у него Очень большая защита от молнии То есть вы можете в принципе вполне Неплохо блокировать его все Спецудары Ну и опять же, как я уже говорил, что для меня это босс Проще, чем чемпион Гундир Так как чемпион Гундир просто Очень мало дает времени на удары В отличие от Безымянного короля Которого между его атаками Ну просто большие окна И из-за этого он складывается достаточно быстро Ну да ладно Давайте почитаем его душу Душа безымянного короля Одна из душ переполненных мощью Когда-то безымянный повелитель был богом войны Убийцей драконов Но потом он пожертвовал всем Чтобы заключить с древними драконами союз В принципе здесь все сказано Почему он был стерт из аналов истории Бывший бог войны Безымянный король Первенец Гвина Ну и на этом все С вами был Голодный Всем до скорой встречи И пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok